Формула Шансона Андрей Большевоктинский С детства был заморож и лунатик И пусть родиться в Киеве я смог Я Колым узнал лучше, чем Крещатик Когда пятишник там второй болот Как попадал туда, сам и не знаю Кто в муре нас лунатиков поймет Казалось мне, я сплю, а я вскрываю Тостей в том магазин, что подойдет Лунный свет Не перед совестью держать ответ На исправление надежды нет Восемь бед, один ответ Каюсь я Ночами снится мне все та статья Но к исправлению нет пути, друзья Профессии менять нельзя А как проснуть кругом сплошные вышки И попки нам винтовочкой грозят Вот так судьбой не набивал я шишки А кто-то ел болгарский виноград А кто-то пил коньяк или что-то вроде И заедал зернистой векрой А я лунатик грезил о свободе И проклинал весь лагерный конвой Лунный свет Не перед совестью держать ответ На исправление надежды нет Восемь бед, один ответ Каюсь я Ночами снится мне все та статья Но к исправлению нет пути, друзья Профессии менять нельзя Решил тогда я с этим хобби, братцы Поровать навечно хватит этих снов Я лучше дома буду просыпаться А не работать в зоне на ментов И вот опять иду я по карнизу С обоим мне не справиться никак Пусть Колыма мне снова будет Элизой Я все равно возьму последний банк Лунный свет Мне перед совестью держать ответ На исправление надежды нет Восемь бед, один ответ Убираюсь я Ночами снится мне все та статья Но к исправлению нет пути, друзья Профессии менять нельзя Александр Фруймин на связи Готов сообщить нам о том, где находится кортеж Точнее экипаж формулистов Алло, Саша Мы двигаемся сразу, скажу куда Для того, чтобы там могли собраться люди Которые желают принять участие в сегодняшнем заезде Мы двигаемся на проспект Шатару-Сталури Дом 31, замечательный новый салон компании Акселькар Тойота Там, собственно, сегодня у нас будет финиш Как наверняка было ясно тем из вас Кто слушал анонсы формулы В течение всей уходящей уже от нас недели Мы двигаемся большой колонной Впереди находятся наши главные судьи Инспектора Главного управления Инспекции безопасности раздвижения Санкт-Петербурга и Генгарской области Борис Гагаринов, Анатолий Штомпель На замечательной Правда, еще не включили они А вот уже включили проблесковые маячки Автомашине Вольво 940 Этот автомобиль сегодня является головным в нашей колонне Собственно, он нас и ведет Как и всегда машина Государственная эксперт Автомобильного движения Что касается нашего автомобиля То мы с Андреем Большевкинским И с телекамерой региональной связи Находимся в замечательном белом автомобиле Нувира Белой служебной машине нашей дирекции И, собственно, из нее я и веду для вас репортаж Что касается колонны То сразу могу сказать, что популярность Андрея Большевкинского За эти пять лет, как он, собственно говоря, стал петь свои песни И, кстати, он записал первый альбом в нашей студии Надеюсь, об этом его поклонники знают Она, так сказать, растет как на дрожжах Потому что стоило нам объявить вчера в программе «Ночная таксида» И в анонсах формулы о том, что у нас будет участником То буквально за несколько минут до старта Шесть автомашин наших постоянных служб Или уже стояли около нашей редакции Стояли на улице Чепыгина, дом 4 И, собственно говоря, составили колонну В которой сейчас, соответственно, порядка восьми автомашин Считая автомашину управления Инспекцией безопасного движения И нашу машину Нубира Итак, вот это вот вводная, Гриша И я с удовольствием Андрею передаю наш телефон Алло Андрей, добрый день Добрый день, Гриша Да, все радиослушатели, большое привет всем Рад приветствовать в формуле шансона В общем-то, в принципе, не первый раз уже в этой программе, да? Да, да, да И хотелось бы спросить Ну, первый вопрос, естественно, самый обыкновенный Какие ощущения, что испытываете на этот раз? Ну, испытываю на этот раз удивление от того, что везут в автомобильную компанию Которая интересна мне и лично И посмотреть интересно, что там за тачки стоят Потому что я большой любитель этого дела Большой любитель Ну, собственно, это, наверное, и будет вторым вопросом Продолжение, так сказать, нашей беседы Собственно, какое транспортное средство Сейчас в распоряжении Андрея Большооктинского находится И много ли машин поменял он за свою жизнь? Ой, ну, да, информация не для налоговой Машин много, конечно, поднял В своей жизни машин, наверное, 20 было Вот, а сейчас... Сами расставались или... А так, как получалось по жизни Так вот Ага Вот, но в свое время не ездил больше полугода на машине Все хотел каких-то новых ощущений получить Вот, но мне это удавалось Последнее время так Как-то начал останавливаться уже Потому что являюсь заядлым рыбаком и охотником И оборудую машины под... Да, по необходимости Понятно То есть, роскоши в салоне не встретишь? Нет, нет Исключительно функциональная техника Которая предназначена для передвижения... Да, да, да Артиста по просторам и весям Да Понятно Андрей, в данный момент какая машина у вас, собственно... У меня сейчас Honda CR-V Honda CR-V Да Ну, говорят, паркетный внедорожник, собственно Не для рыбалки, никак не для охоты Да нет, я его использую по назначению Нормально получается Получается, да? Да Ага Как зимой себя ведет? Нормально На заснеженных просторах? Нормально, нормально Нормально, да? Нормально, да Хорошо Какие-то специальные там были сделаны Пере эти самые подготовки для того, чтобы Использовать ее в тяжелых условиях? Ну, были, конечно, там Тюнинг какой-то определенный был сделан Там дуги все, пороги там То есть, доводочка какая-то проведена? Да, да Довольно-таки дорогая Ага Понятно Ну что же, я думаю, что пора послушать следующую песенку После чего мы услышимся вновь Не хочу я в Ялту Не хочу и в Сочи Полечу в Одессу к землякам Там, где жил когда-то Мишенька Япончик Где жутко нелюбивший в Чеках Поклонюсь граниту Личности в законе Но у него история своя И отдам дал гумерства Что брал Дя Димони Когда я шарил там в родных краях И отдам долгом я, что брал у дяди Мони, Когда я шарил там в родных краях. Поврожу по скверам, где растут каштаны, Посмотрю, одесский рынок наш. А может быть, открыли там кафе шантаны, Ох, и закажу тогда кураж. На свою двадцатку погуляю в волю, Двадцать тысяч баксов трудно брать. Ах, отеца, мама, а не могу без боли О тебе родимое вспоминать. Ах, отеца, мама, а не могу без боли О тебе родимое вспоминать. И бывал я часто у графа Монте-Кристо, Камушки, как семечки щелкал. Но за вечер снова все спускал я быстро, С девочками, что в Одессе знал. Может быть, останусь на земле родимой, Хватит дом крестовый посещать. А пока извозчик, а погоняй-ка, милый, А самолет не может долго ждать. А пока извозчик, а погоняй-ка, милый, А самолет не может долго ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, где находитесь в данный момент, и что там происходит? Очень быстро, просто в сумасшедшей скорости въехали мы на проспект Шатар-Уставэли. Да, на проспект Шатар-Уставэли мы уже въехали. Я хочу сказать, что очень плотная, так сказать, колонна за нами. Действительно в порядке восьми автомашин. Очень приятно, что принимают участие люди, которые давно участвуют в формуле. Я обнаружил на Волге Сашу Вязинского. Очень приятно. Его в нашей колонне, видите, уже в течение 4,5 лет лидирует сейчас, как я понял, Артем Марковкин. Да, постоянный наш участник на автомобиле ВАЗ-2109. И также принимает участие наш формулист-пешеход-скороход. От киринодерского роста Антон, он, кооперировавшись с нашим участником, товарищем Трубячевским, находится в его автомашине Volkswagen, имеется в виду автобусик полугрузовой. И, я так понимаю, у них эта кооперация длится достаточно долго. То есть он приходит на финиш своими ногами, высматривает автомашину Трубячевского, и вместе они двигаются в колонне формулы Шатар-Устава. Такая вот дорожная информация. Я, собственно, Андрюше передаю вновь наш радиотелефон. Да, да, да. Да, Гриш, слушаю. Да, Андрей, еще раз привет. Ну что, поговорим о творчестве, собственно. Ну давай. А что готовит нам великий русский певец Андрей Большевохтинский в качестве подарков нового, так сказать? Ну ты настолько громко так вот говоришь, что я даже шокированный великий русский певец. Вот. Я скромный довольный человек. Ну что есть, то есть, ни отнять, ни убавить. Скромный довольный-таки человек, хотя об этом тоже не принято говорить. Вот. И готовится сейчас альбом. Пока собирается, да. Несколько песен уже записано было. Вот. И пока таких вот творческих перспективных планов только вот сделать альбом. Даже без названия такой альбом. Вот. А там уже как карта ляжет, как говорит. Я помню, в свое время была такая телевизионная программа, она называлась «Бна». Да-да-да. «Бна». То есть, насколько я понимаю, на твоем альбоме примерно та же самая аббревиатура будет красоваться, да? Да-да-да. Понятно. Сколько песен уже готово для нового альбома? И если есть какие-то, скажем так, какие-то новшества, ну я не знаю, в плане аранжировок там, в плане выбрать тем, ну все что угодно. Чем он интересен? Или он традиционный? Дело в том, что я консерватор, да, и отходить от стиля от своего не собирался, и где-то песни они будут схожи, но тематика может немножко другая будет там. Ну будет присутствовать. Ну жизнь меняется, естественно, да. Ну конечно, да. Андрей, скажи, пожалуйста, Андрюш, а что касается вот музыкальной части твоих альбомов, кто помогает тебе в аранжировках и так далее и тому подобное? У тебя меняются какие-то люди, с которыми ты работаешь, или есть? Да-да, конечно, конечно. Я не буду выдавать секреты там цеховые, да, где, что, чего, но меняются аранжировки и стиль музыки немножко меняется. Понятно. В какую сторону? Я думаю, в лучшую. Где-то там сейчас Зима бушует вновь и сверкает серебристым снегом дали. Что же ты делаешь со мной, моя печаль, Все читая на лице моем без слов. Где я только не бывал, снова снится мне она. Это русская зима, зима, зима. Снится снег мне голубой и далекий дом родной. И какие тут сейчас нужны слова. Затоплю камин, а свечи погашу. Как мне легче представляется мой дом. Вспомню все, что там осталось, а потом Хоть на миг я свое детство приглашу. Где я только не бывал, снова снится мне она. Это русская зима, зима, зима. Снится снег мне голубой и далекий дом родной. И какие тут сейчас нужны слова. Будет моя память все перебирать, Будет звезды в небе видеть и луну. А потом в часах кукушка кукова Сразу будет, лишь я только вдруг усну. Где я только не бывал, снова снится мне она. Это русская зима, зима, зима. Снится снег мне голубой и далекий дом родной. И какие тут сейчас нужны слова. И я только не бывал, снова снится мне она. Это русская зима, зима, зима. Снится снег мне голубой и далекий дом родной. И какие тут сейчас нужны слова. Где я только не бывал, снова снится мне она. Это русская зима, зима, зима. Снится снег мне голубой и далекий дом родной. И какие тут сейчас нужны слова. Программа «Формулы Шансона» Вместе уже с ее движущейся частью на финише, дорогие мои друзья. Интересно, что в качестве динамиков для трансляции используется огромный. Вот его как раз показывает сейчас наш «Тойота Вен Сузен». Он как раз используется в качестве динамиков. А рядом такой стоит «Повек» Сергей Леонидович. И посредством директора этого замечательного салона. Он у нас, собственно говоря, сейчас и выйдет в эфир по традиции «Формулы Шансона». Он будет первым, поскольку он принимает сегодня в качестве хозяина. Поэтому слово его сегодня в эфир. А затем, естественно, связи с нами Гриша не теряет. Будут, конечно, подведения итогов, вручения, так сказать, призов, подарков. Я с удовольствием передаю Сергею Леонидовичу, директора этого замечательного автосалона, наш радиотелефон. Алло. Добрый день. Да, день добрый. Приветствую вас в программе «Формулы Шансона». Что хотите рассказать нам и, в общем, радиослушателям? Я хочу поприветствовать всех слушателей радио «Шансон», передать им большой звезд в нашей площадке. Хочу поплагодарить всех людей, которые к нам приехали. Это, наверное, символично, что звезда русского «Шансона» приехала именно к звезде автомобилестроения Японии. Вот, вы слышите, сколько много людей у нас, у нас занята вся стоянка. В общем, у нас большой сопраздник. Большое вам всем привет. Спасибо радио «Шансон» Александру Фрумину. Спасибо вам. Спасибо, что геляли с вами в рамках «Формулы». Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемые телезрители. И начать сегодняшнее выступление мне хотелось бы с того, чтобы поздравить нашего нового участника, который сегодня сопровождал за рулем нас и был героем сегодняшнего заезда. Он первый раз это делал, так что ему было нелегко, но он постарался. Ну, а с заседством и честью все это провести. Теперь хотелось бы напомнить нашим автолюбителям о том, что сейчас у нас оттепель, но наши синоптики предупреждают, что оттепели, так сказать, проходят и появляются у нас снова холода, возможен гололед. Так что будьте внимательны и осторожны на улицах. Ну, а конкретно, кто у нас сегодня победил, объявит Анатолий Стомпель. Здравствуйте, Григорий. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, мы подведем итоги нашего заезда. Он прошел успешно. Большое спасибо всем автолюбителям, которые приняли участие в нашем заезде. Автолюбелистов было много, но, как вы знаете, все победить не могут. Назовем достойных. Первое место на стопорном борьбе завоевал Артем Марконкин в 1-й жигуле 9-й модели. Поздравляем его. Поздравляем. Первое место. Надеюсь, что вы даете. Да, и второе место Николай Трунбячинский, водитель Вольфсвагена. Поздравляем победителя тоже. Второе место. Третье место за Олегом Писхарем, водитель Мазды. Поздравляем. И четвертое место. Водителей было много, и мы определились четвертое место. Анатолий Максимов, водитель Опеля. Четвертое место. Как много сегодня призовых мест. Очень много автомобилистов. Мы всех приветствуем. Благодарны, Саша, от управления ГИБДД всем стомберистам. Надеемся, что в дальнейшем будет много стомберистов весной. Но, что-то главное, судя и право дорожного движения. Четвертое место. Анатолий Максимов. Поздравляем победителя. Успехов. Всего самого наилучшего. Специально для программы «Шансов форма» Анатолий Штомпель. Спасибо, Анатолий. Ну что ж, сегодня, как никогда, много победителей, призов и подарков. Еще раз спасибо, Анатолий. Да, спасибо, Саша. Радио слушателям. Обращаюсь со слушаемой авторской программы «Ночной такси» до полуночи. И Андрюша Высокинский в завершении этого эфирного часа своим пожеланием аудитории «Радио Шансон». Да, я шокирован посещением этого салона, потому что я бывал в салонах в Франции, в Германии. Вот здесь намного лучше, можно сказать. Вот. Хотя рядом живу, проезжаю каждый день, но ни разу здесь не был. В следующий раз, меняя свой автомобиль, я, конечно, приеду сюда. Встреча целиком, веди к успеху за собой. Мы с тобой. One, four, three, two, one. Мы с тобой. Пускай говорят, что НМТ много лет уже, мы все сами знаем про него. Но Дельта Телеком — это больше, чем стандарт. И мы движемся вперед, несмотря ни на кого. А Дельта живет, you better believe it. И все живет от нас еще далеко. И Дельта придет, you better believe it. Хотя в пути не все дается легко.